Сегодня не только первый день весны, но и всероссийский день кошек. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров встретился с волонтерами, которые рассказали о том, как обстоят дела с безнадзорными животными. Наталья кошек обожает с детства, но держать питомцев в однокомнатной квартире, где проживает ее немаленькая семья, не планировала. Тем не менее, сейчас у них сразу две кошки. Одна досталась по наследству, а вторую подобрали с улицы. Ну, эта кошка у нас домашняя, то есть, ну, от домашней кошки. Ее мать живет у моей мамы, а эта у нас кошечка пришла к нам на дачу. Мы ее взяли, прям прибилась к нам, можно сказать. А так, каждое лето мы езжем с кошками на дачу, они там ходят, гуляют. И вот луна пошла и вот привела к нам еще одну. Ну, как отказаться, вон красавица такая. Тех, кому небезразличная судьба бездомных животных, в Якутске немного. Яркий пример. Сейчас в столичном пункте передержки безнадзорных животных находятся на передержке больше 30 кошек и котят. Очень много в этом году выброшенных животных на улицу, особенно кошек, практически по всем подъездам. Животные с выявленными заболеваниями подлежат эвтоназии. Животные, у которых никаких клинических заболеваний нет, поступают в отделение. Найти нового хозяина для брошенного пушистого друга – работа не из простых. В этом трудоемкой работе сотрудникам пункта особенно помогают волонтеры. Большую часть пушистых питомцев устраивает именно они. Но даже это не решает проблему. С каждым годом бездомных животных становится все больше. Все это происходит от безответственного отношения, когда человек берет животное, не понимая ту степень ответственности, которая возлагается на него. То есть животные начинают плодиться бесконтрольно. Щенки и котята эти никому, разумеется, не нужны, потому что рук на всех не хватает. Уже давно перепроизводства в городе огромнейшие. И мы видим это даже по пункту передержки. Интересный факт. Столичные ветеринары отмечают – кошки болеют гораздо реже собак. Тем не менее, у бездомных животных риск заболеть значительно выше. Основные четыре болезни, которые регистрируются у животных всех возрастов – это подмекопения, просто чума кошек, ринотрохеид, герпесвирус и еще у нас есть кальцевирусные инфекции. Они, как правило, передаются воздушно-капельным, контактным путем, различными путями передаются. Человеку эти заболевания не передаются. Также кошки не могут заразить собак и наоборот. На сегодня все животные, поступившие в пункт передержки безнадзорных животных, проходят обязательный осмотр ветеринара. У них берут анализы, стерилизуют и чипируют. Впрочем, и все это не может решить проблему сразу. На самом деле, для решения проблемы безнадзорных животных нужно ввести все-таки обязательную регистрацию всех животных. Если у каждого животного будет хозяин, то тогда с этого человека и можно будет спросить. Правильно. То есть, с помощью, я так думаю, штрафов, возможно, каких-то небольших налогов на именно плодящихся животных, мне кажется, этот вопрос можно будет отреагировать. Сегодня, во Всероссийский день кошек, у каждого есть возможность подарить кому-то из этих милых созданий самое главное – новый дом и заботливого хозяина. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск.